Девушки отдыхают Что это? Это? Это просто редкое растение, которое я посажу в саду. Официально оно даже не открыто. Рой! Это... Так круто! Вижу, мы с тобой теперь садоводы. Ха! Похоже на то. Садоводы. Счастливо, садовод! Да, еще увидимся. Почему Рой не вывел тебя из себя? Он ведь выпендривался, как и всегда. В последнее время у меня появились новые хобби. Так что мне некогда было думать о Рое. Что ж, это здорово. Ваше с ним соперничество ни к чему хорошему не приводило. И иногда из-за него ты выглядел глупо. Я рад, что все закончилось. Нет, Ханк, не трогай! А что? Что? Вышло неловко. Том. Бэт. Хэм. Джинзе. Анжел. Говорящий дом и друзья. Это возмутительно. Снимки Роя, старые дневники, переписка с Билли, имейлы от Билли. Стоп. Кто такой Билли? Ха-ха, ну, ладно. Билли, это я. Что? Я создал фальшивый аккаунт этого парня, чтобы поговорить с Роем. И разузнать, что он там еще задумал. Рой ведь любит хвалиться своей помощью людям. И я придумал того, кому помощь нужна позарез. Так, я установил контакт с Роем и... Привет, Билли. Бинго-бонго. Как ты мог притвориться другим человеком? Ты должен немедленно удалить профиль этого Билли. Сейчас же. А если кто-то узнает, что это ты, тебя назовут безумцем и подлецом. И нас за то, что дружили с тобой. Удали его, Том. Давай! Ой, да ладно вам. Хорошо. Забудьте о моем плане. Я удалю Билли из интернета. Все, вы довольны? Это не все. Серьезно? В наказание я должен мыть посуду? Ребята, за что вы так со мной? Не отлынивай, Билли. Эх, какие же мы молодцы. Приятно побеждать зло, пока оно не вышло из-под контроля. Мне нужна помощь. Случилось что-то ужасное. Я не знаю, что делать. Мой друг Билли. Он пропал. Итак, Рой, кто такой этот Билли? Мы с Билли подружились в интернете. Он считал меня наставником. Я смог так его вдохновить, что он решил осуществить мечту и... стать космонавтом. Билли жил в пещере, но в нем был огромный потенциал. Билли жил в пещере? Я решил, что так персонаж Билли будет интереснее. Что ж, Рой, возможно, Билли просто избавился от компьютера. Нет, как вы не понимаете? Билли не мог просто так исчезнуть. Я попробую объяснить. О, Билли, приятель, нашел меня ты в свой трудный час. И хоть не встретились мы с глазу на глаз, помог я не раз. И хоть не рядом мы с тобой, Билли стал родной ты мне душой, Я лишь надеюсь, что ушел ты за мечтой Говорят, что я герой, но это уж не мне судить Но я знаю, Билли так считал И вдруг мой друг пропал Билли! И вдруг мой друг пропал Это было странно, но красиво Да, я знаю Но не надо тратить время на пустые переживания из-за какого-то незнакомца Но, но Билли был... Точно, Том, ты прав Правда? В смысле? Ну да! Что ж, мы закончили? Не нужно тратить время на пустые переживания Я должен найти Билли! А я не это имел в виду Я знаю множество людей и свяжусь со всеми Позову на помощь всех, кого смогу И организую самый масштабный поиск Мы прерываем наш выпуск новостей Потому что у Роя есть чрезвычайно срочное заявление Спасибо, Нил, можешь идти Я хочу поговорить с вами о парне по имени Билли Он пропал, и мы должны его найти Невероятно Мы ищем Билли Вы не видели Билли? Билли! А? Билли! 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 О, нет Билли, возвращайся! Билли, возвращайся! Пасха! Наверное, этот клип посмотрят лишь единицы, да? Ты шутишь? Его увидят все Я послал его всем друзьям-блогерам и... Да, оно завирусилось О, класс Билли, вернись! Билли! Присоединяйтесь, нужна любая помощь У вас есть рыбка по имени Билли? Простите, но мы ищем человека Его уже везде искали Я уже распечатала объявления о поиске, чтобы расклеить их на столбах А что если Билли гулял возле пещеры и упал в яму? Ханг, Билли не существует, ты забыл? Ах, да Это безумие Нужно остановить Роя Том, хорошие новости Вот эта штуковина поможет раскрыть тайну И все благодаря тебе Да, я вдохновил тебя на все это А это что за штука? Это человекоискатель, балбес Он может найти источник любого сообщения в сети Нужно только загрузить в него сообщение Билли И он скажет, откуда их посылали Он что-то нашел О, нет Мы идем, Билли! Билли, возвращайся, Билли, возвращайся Билли, возвращайся, Билли, возвращайся Это ужасно Ты отправлял все сообщения из гаража, верно? Они не остановят поиск, пока не доберутся до меня Фу, мне вспомнился фильм «Парень, который исчез, часть первая» Там была такая напряженная концовка, я спать не мог А потом вышел парень, который исчез, часть вторая И я узнал, где он был Точно Если мы хотим, чтобы люди перестали искать Билли Нужно показать им, чем все закончилось Ребята, за мной! Вернись, Билли! Билли, вернись! Мы недалеко от последней локации Билли Где ты, Билли? Это странно Билли всегда писал мне, что живет далеко Мы тебя найдем! Вернись, Билли, возвращайся Билли, возвращайся Билли, возвращайся Билли, это ты? Конечно Билли! 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 Слушай, Рой, я стал космонавтом Ух ты! И полетел в космос В космос? Прости, что я вот так вот внезапно исчез Но после нашего последнего разговора Я так вдохновился, что сразу осуществил свою мечту А ты мечтал стать космонавтом Ох, Билли, ты справился! Я был уверен в своих силах, благодаря тебе Я вдохновил тебя на это Меня отправили на секретное задание Стать первым человеком на Марсе Но я должен был рассказать все своему наставнику Тебе! Да, мне Билли, это здорово! А когда ты полетишь домой? Помогите! Я принцесса Марса А эти марсианские бандиты преследуют меня! Спасибо, принцессу! Не волнуйся, принцесса! Осторожно! Марсианским бандитам не справиться с Билли! Точно! Да! Осторожно! Беги! Бей! Молодец! Ты спас! Да! 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 Победил! Ты спас меня, Билли! Ты теперь станешь моим парнем? Ну, конечно! Пшшш! О, нет! Рой, у телефона садится батарея! Боюсь, я не... Пшшш! Смогу его зарядить здесь! Но, как видишь... Пшшш! Мне тут хорошо, и благодаря тебе все будет прекрасно! Пока! Прощай, Билли! Наш поиск окончен! Билли в космосе! Он улетел за своей мечтой! Молодец, парень! Да! А-а-а-а! Билли! 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 Все ушли по домам! Получилось! Ой, ты, наверное, шутишь! Даже не надейся, что тебе это сойдет с рук! Тебя ждет много посуды, приятель! А-а-а-а! А-а-а-а! Неплохо разыграно, Том! Но очень скоро наше соперничество закончится! Раз и навсегда! Ох, не зря в рекламе обещали, что я наемся до отвала! В меня больше ничего не влезет! Говори за себя! Для печеньки с предсказанием я место найду! А? Ваш мозг откроет новые двери! А, да! Обожаю, когда мозг так делает! В скором будущем вы опозоритесь! Что, Хэнк? Давай поменяемся! Скорей! Ох, ты шутишь? У меня вся неделя будет удачной! Дай мне! Я не буду с тобой меняться! Что у тебя, Анжела? Написано... Твой любимый разобьет тебе сердце! Просто возьми другое! Это будет тренировочное печенье! Ох, да, хорошо! Поехали! Дубль два! Эм... Твой любимый при свете полной луны разобьет тебе сердце! Ох, ты опять тренировочное попалось! Ха-ха! В третий раз повезет! Вот, эм... Остерегайтесь числа двенадцать! Ээээ, это не так уж плохо! Потому что ваше сердце будет разбито в двенадцать при свете луны на пляже! Анжела, эти глупые печенья просто забава! Предсказания никогда не сбываются! У-у-у, Джинджер испачкался! Это не только горячо и мокро, но еще и позорно! Прямо как предсказала это печенье! Том, знаешь, что это значит? Наши отношения обречены! Том! Бэт! Бэт! Хэнк! Джинджер! Анжела! Говорящий Том и друзья! Зачем мы пошли в кино, Том? Вселенная послала мне сообщения! Тш-ш! Точнее, три сообщения! И все с плохими вестями для нас! Ты переживаешь из-за предсказаний, но подумай о том, что в них было написано! Эм... Что ты разобьешь мне сердце на пляже в полночь под луной! Тш-ш! 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 Именно! Как видишь, здесь нет луны, и мы далеко от пляжа. Мы просто посидим здесь до двенадцати. И предсказание не исполнится! Получай судьба! Тш-ш! О, класс! Романтичные конфеты делают вечер лучше. Чет, это так романтично, быть на пляже при свете луны. О, нет! Том, мы должны уйти отсюда! Тш-ш-ш! О! О! Нет, идем! Двенадцать яблок, двенадцать долларов! Двенадцать за двенадцать, ребята! У меня есть песок, песок, свяжи песок! О, песок! Мы едем на пляж! Остановите! Нет! Нельзя затевать ремонт без одобрения домовладельца. Мы не делаем ремонт! Мы прячемся! Печенье дало нам билет в один конец в город разбитых сердец! Могу я предложить вам просто проигнорировать глупые надписи на бумаге, вынутые из печенья? Ай! Бен, я тоже в это не верил, но в кино был фильм с пляжем. И полной луной. И фрукты за двенадцать баксов! Объясни мне это! Как можно объяснить фрукты, Бен? Но я... Друзья, вы должны бороться с этим проклятием. Скажите ему прямо в его хитрое лицо. Эй, проклятие, наши отношения неразрушимы. Хэнк, а это? Вообще-то, хорошая идея. Если мы не можем убежать от предсказания, то будем с ним бороться. Да! Но мы должны убедиться, что ничто нас не рассорит. Если мы решим все проблемы в отношениях, то точно не расстанемся. Итак, здесь мы можем проработать ваши проблемы. Я не лицензированный психотерапевт, но смотрел сериал «Спасение отношений». За дело! Что ж, Том, что во мне тебя раздражает? Ну, я не знаю. В целом, ничего. Ты отличная девушка. Прекрати! Если хочешь спасти наши отношения, скажи, что тебя раздражает во мне. Эээ... Ну, эээ... Ладно. Если ты не хочешь, я начну. Ты жуешь с открытым ртом, и это мерзко. Ты следи, чтобы я смеялась во время просмотра комедий. Рассказываешь мои истории на вечеринках. Анжела, я вообще тебе нравлюсь. Я перечисляю то, из-за чего мы можем поссориться. Я проговариваю проблемы, чтобы мы не расстались. А мне кажется, ты на меня нападаешь. Ты реагируешь на критику, как маленький ребенок. Знаешь что? Нам не стоит делать этого сейчас. Потому что из-за этого безумия проклятие вот-вот сбудется. Мне уже хочется побыть одному. Том, постой! Оставайтесь с нами. В эфире 12 лучших пляжных песен за последние 12 лет. Я, конечно, не верю в проклятие, но признаю, что эта цепь событий статистически была почти невозможна. Буду ждать научного объяснения. Эй, я видела твое заплаканное селфи в сети. Это не мое дело, но у тебя все в порядке? Том со мной не разговаривает. Мое предсказание начало сбываться. Не нужно винить себя. Ты пошла против вселенной. Наверное. Я лишь хотела быть сильной и победить судьбу. В чем дело? Мне должно везти всю неделю. Стоп, это не мое счастливое предсказание. Джинджер подсунул мне свое печенье. Джинджер, ты поменял предсказание? Я пойду играть в автоматы, пока мне везет. Отличная мысль. Я не могу победить, но могу обмануть судьбу. Бека, идем со мной. Дело на миллион. Ну так что, каков план? Я вложила все свои предсказания в это печенье. Если мы обменяемся им с другой парой, то это проклятие перейдет к ним. Ого, Анджела, ты так жестоко. Точно хочешь это сделать? У меня нет выбора. Дорогая Синтия, мы встретились на гонках на выживание, и я сразу понял, что хочу провести с тобой всю жизнь. Ты выйдешь за меня? О, Гарри. Ну, конечно, выйду. Он сделал ей предложение. Нельзя рушить эту пару. Не волнуйся. В этом ресторане много других парочек. Найдем кого-то еще. С годовщиной, дорогая. Не верится, что я провел со своей половинкой эти чудесные 30 лет. Спасибо, что пригласил меня на бал, Элвин. Не думала, что меня вообще кто-то пригласит после того инцидента, когда я зацепилась брекетами за штаны. Эй, что у тебя в руке? Ничего. Точно не проклятое печенье. Эй, девчонки хотят проклясть нас. Выгоните их. Выгоните их отсюда. Уходите. Выгоните их отсюда. Это катастрофа. У меня больше нет идей. Кто же теперь спасет наши отношения? Том! Не ожидала тебя здесь увидеть. Ты тоже решил избавиться от печенья. Что? Нет, я тут подумал. Давай проведем этот вечер вместе. Пусть и в последний раз. О, ладно. Думаю, мне пора вас оставить наедине. Я пойду. Знаешь, я горжусь тем, что был твоим парнем. И еще, это я разбил твою любимую кружку пару недель назад. О, Том! Я знала, что это был ты. Ну что, как нам это сделать? Быстро и резко, словно сорвать пластырь, или... О, нет. Мое объятие причинило боль. О, нет. Все в порядке. Но ты сломал мой леденец в форме сердца. Подожди-ка. Кафе «Полная луна»? Том! Ты понимаешь, что произошло? Ты разбил мне сердце при свете полной луны. В двенадцать! И мы смотрим на пляж. Так это значит... Мое предсказание сбылось, но не так, как мы ожидали. Наши отношения спасены. Я самый везучий мальчик в мире! И почему мы считали, что печенье нас рассорит? И правда. Но мне все равно было жутко. Нужно серьезно относиться к судьбе. А мое предсказание так и не сбылось. Мой мозг не открывал никаких дверей. Ай! Ай! Вот так, ребята, и делали свечи в средний век. Это так скучно. Почему нам не рассказывают о всяких классных рыцарях, ограх и драконах? Эй! Мне нравятся свечи. Они напоминают мне о праздничном торте. Идем дальше. Впереди нас ждет еще много познавательного. Наконец, что-то классное! Меч! А, это меч добродетели. Никто так и не смог вытащить его из пня. Легенда гласит, что тот, кто это сделает, станет рыцарем-защитником этих мест. Но это не входит в нашу экскурсию. Сейчас мы узнаем, как делали гвозди. Идем, надо посмотреть на гвозди. Ты все равно не вытащишь этот меч. Он застрял навсегда. Да! Что? Прости, я все прослушал. Пока ты там говорил, я стал рыцарем-защитником! Том. Бэт. Хэм. Джинджа. Анжела. Говорящий дом и друзья. Прячьтесь! Стой! Получай! Хватит, Джинджер! Лапы прочь, черв. Я принадлежу сэру Джинджеру-рыцарю-защитнику. Он говорит... Мой волшебный меч стал еще волшебнее. Что? Это абсурд. Я поищу динамику этой штуки. Лапы прочь, черв! Джинджер! Нет! Ау! Эта легенда похожа на правду. В интернет-базе легенд сказано, что меч добродетели был наделен речью, чтобы обучить владельца навыкам рыцаря. Сэр Интернет сказал сущую правду. Ну что, храбрый сэр Джинджер, готов учиться? Я уже достаточно знаю о рыцарстве. Сэр Джинджер, молю! Я просто хочу научить вас! Да! Ага! Да! Да! Прошу, сэр Джинджер, послужу! Это место преступления. Ясно, кто-то украл статую прямо из парка, и мы ищем улики. Рыцарь-защитник поможет, крестьянин! Да! Вы не могли бы остановиться! Ну что, готовы к лазерному шоу? Да! Это будет здорово! Я геройствовал весь день и утомился. Я требую наградить меня конфетами. Подать конфеты! Рыцарям не платят конфетами. Твой меч не говорил об этом? Нет. Сэр Джинджер не дал мне возможности обучить его. Он все время только кричал и размахивал мной. Тихо, мечик! Я знаю, как быть героем. И меня не нужно ничему учить. Ну, Джинджер... Подними руку, если ты рыцарь. О, я так и думал. Итак, конфеты! Эй-эй-эй! Джинджер, стой! Что здесь случилось? Хэнк! Хэнк? Вашего друга сейчас тут нет. Он был похищен мною. Ха-ха-ха-ха! Ребята, что происходит? Мне страшно. Я пробудился из забытья, потому что кто-то тут объявил себя рыцарем-защитником. Значит, это ты, Джинджер слабый. Я скорее Джинджер, который тебя уделает! Сейчас же верни Хэнка! Иначе что? Тебе не победить меня. Бум! Если хочешь спасти своего друга, встретимся на закате на лесной поляне. И лучше будь на готове! Этот волшебник не знает, с кем связался. Да, Джинджер? Джинджер? Я не знаю, как сражаться с темным магом. Я думал, что быть рыцарем-защитником весело. А это страшно. Что мне теперь делать? Побуду капитаном очевидностью и напомню, что меч обещал научить тебя рыцарскому искусству. Ты меня научишь, мечик? Конечно, сэр Джинджер. Вы должны следовать по пути рыцаря. Шаг первый зло не победит. Пора нам изготовить щит. Вот это разговор! Хочу щит с шипами и лазером! Но чтоб щитом разрушить зло, по правилам нужно сделать его. Что это значит? Кажется, я знаю. Средневековые кузнецы были настоящими мастерами. Вы только посмотрите! А, да! Похоже на обеденную тарелку. Для первого раза неплохо. Да? Ну, ладно. Мечик, я сделал щит. Что мне с ним делать? Щит сможет спасти в сражении важном. Вскоре ты рыцарем станешь отважным. А чтоб нанести максимальный ущерб, ты должен создать свой рыцарский герб. А что это? Какой-то шлем? О-о, я знаю! Герб — это изображение того, кем является рыцарь. Что? Я узнал это из игры. Джинджер, спроси себя, кто ты такой? Вот это все, что мне на данный момент нравится. Не знаю, как это поможет победить мага. Третьим шагом наведем мы лоска. Научись ремеслу фитиля и воска. Ремеслу фитиля и воска? Фитиль и воск. Похоже, ты должен изготовить. Не торопясь, вытащи свечу за фитиль из формы. И вуаля! Неплохо. Какое это имеет отношение к рыцарству? Друзья, солнце почти село. У нас мало времени, пора спасать Хэнка. Все это глупости. Как свеча, картина и глупый щит помогут победить колдуна. Что победить? Думать смело начни. Все свои навыки объедини. Это бесполезно, мечик. Джинджер, не ходи туда в одиночку. Мы тебе поможем. Я рыцарь-защитник. Это моя битва. Я знал об этом с того самого дня, как получил этот меч. И я верю в свой путь, друзья. О, а где ты достал посох? Сам сделал? Или есть магазин посохов? Тихо! Я чувствую, что кто-то рядом. Так, так, так. Думаешь, это поможет тебе сразить меня? Уверен. Перед тобой тот, кто сегодня прошел путь рыцаря. Ха-ха-ха-ха. Юный глупец. Я могу отправить тебя в другой мир одним заклинанием. Нет, не можешь. Потому что я объединил свои знания и навыки. Свеча. Герб. Странный щит. Итак, мечик. Что теперь, Мечик? Джинджер, что случилось? Я сбежал! Мой глупый меч дал глупые советы! Объединение новых навыков ничего не дало! Мне не понять, что значит быть рыцарем! Постой. Может, объединить их надо было в другом смысле? Том! Ты кто? Я Том-оруженосец! Объявляю о прибытии сэра Джинджера Храброго! Глупец! Да! Леди Анджела, изготовитель свечей! Да! Заставил друзей драться за себя? Да что ты за рыцарь такой! Успех рыцаря зависит от его помощников! Кузнецы, оруженосцы и свечники всегда были рядом! А теперь получай, черн! Вот так! Поздравляю с завершением интерактивного урока по средневековым рыцарям! Мечик, что ты сказал? Эй, ты же парень из музея! Верно! Нам часто писали, что наши обычные экскурсии очень скучные, и поэтому мы разработали вот такой квест! Но мой меч говорил! Да, в нем есть динамики! Что? А ты откуда это знал? Прости, что обманули тебя, Джинджер, но нам обещали билеты на лазерное шоу, если мы тебе подыграем! Так, я не понял! Вы хотите сказать, что путь рыцаря не готовил меня к сражению с темным магом? О, нет! Это было обучение! О, вы провели меня! Это правда, но, Джинджер, ведь все к лучшему! Ты стал храбрым рыцарем и спас друга! И держу пари, было весело! Ладно, но следующее приключение будет настоящим! Рад, что тебе понравилось! А теперь я прошу вас уйти! Сюда идет другой ребенок, не будем портить сюрприз! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова